Дети рисуют Родину Дети рисуют Родину Для того, чтобы нарисовать комбайн, нам понадобится белый лист бумаги, а также разноцветные мелки. И для начала в руки мы возьмем мелок черного цвета. Итак, нарисуем колеса прежде всего. Давай! Рисуем один большой круг примерно в середине листа. Чуть дальше мы нарисуем второй круг чуть поменьше. Нужно, чтобы наши круги размещались примерно на одной плоскости. Далее, чтобы дорисовать колеса, мы добавляем еще по одному кругу в центре. Нужно добавить протектор. Давай дорисуем. Повторяйте за нами, все просто. Со вторым колесом проделываем такую же работу. Дорисовали. И еще внутри колеса есть же какие-то болтики. Давай их тоже попробуем изобразить. Давай. Один круг в центре. И еще по краю добавим пять точек. И со вторым же колесом точно так надо сделать? Все верно. Отлично. Теперь колеса между собой нужно соединить. Соединяем простой линией. Саша, а у меня к тебе вопрос. Скажи, вот наверняка у тебя был игрушечный комбайн. А настоящий ты когда-нибудь видел? Видел, конечно. Это огромная машина, которая работает в поле. Я всегда мечтал на ней прокатиться. Даже строение комбайна изучил. Ух ты, Саша. Расскажи тогда, из чего состоит комбайн. Нам очень интересно. Впереди у него есть жатка. А еще у него есть корпус с молотилкой внутри. Бункер для сбора зерна. А еще у него есть ходовая часть и кабина. Я тебе так скажу, это очень сложная машина. Сложная и одна из важнейших в сельском хозяйстве. Но зато рисовать ее легко, если знать, из чего комбайн состоит. Как он устроен. Поэтому давай с тобой добавим еще несколько деталей и расскажем о каждой из них подробнее. Нарисуем жатку. Она нужна для того, чтобы срезать стебли пшеницы. Это первый шаг в процессе сбора урожая. Жатка у нас где расположена? Жатка у нас расположена впереди первого колеса. Да, впереди, в передней части комбайна. Поэтому мы нарисуем где-то от центра колеса аккуратную зигзагообразную линию. Повторяйте за нами. Линия, которая по центру, мы ее немного продлим. Таким образом. И здесь соединим в один треугольник. Эту линию мы тоже немножко продлим и присоединим ее к нашему огромному колесу. Получился такой прямоугольник. Немного неправильной формы. Его мы разделим на двое. Вот наша жатка, но нужно к ней добавить приспособление, которое срезает колосье. Как оно выглядит? Нарисуем круг. Это будет что-то подобное колесу, только все-таки там есть режущие такие приспособления, которые колосье срезают. И по технологии рисования колеса мы добавим еще здесь вот такую линию. И поставим в центре точку. Добавляем еще вот такие линии аккуратные внутри. Еще нам не хватает крепления. Да. Добавим и его тоже. Жатку, я тоже думаю, можно сразу раскрашивать. Она у нас будет черного цвета. Мы нарисовали жатку. После того, как завершается первый этап на работе в поле, колосья попадают внутрь комбайна, где находится молотилка. Но мы не будем рисовать молотилку целиком и полностью, потому что там много важных деталей. Мы нарисуем только корпус. Одна линия прямая. Дальше к заднему колесу прикрепляем линию диагональную. И соединим их между собой. Горизонтальной линией. Это будет наш корпус. Мы добавим рядом линию, потому что нам в процессе нужно будет прикрепить еще кабину. Поэтому рядом рисуем линию вертикальную. Соединяем. И рисуем здесь такую аккуратную шапочку. Катя, я знаю кое-что про молотилку. В ней есть барабан, который переворачивает колосье и отделяет от них зерно. Все верно. После барабана зерно попадает на решетку, а солома отправляется на соломотряс, чтобы из нее на решетку высыпались остатки зерна. После этого солома скатывается на поле, а зерно обдувает снизу, чтобы убрать лишнюю шелуху. И только после этого оно попадает в самую нижнюю часть комбайна, а затем в зерновой бункер, который мы сейчас нарисуем. Рисуем линию, добавляем вторую и соединяем их между собой. Как маленький такой прицеп у нас получился. Здесь есть еще одно маленькое приспособление. Мы здесь вот нарисуем такую сверху крышку. И от нее дорисуем трубу, по которой зерно чистое отправляется в грузовую машину. И так. Здесь тоже можно сразу раскрасить. А еще нам не хватает места для водителя. Кабины? Да. Давай и кабину дорисуем. Для того, чтобы нарисовать кабину, рисуем линию в продолжении этой. И спускаем ее вниз. Прорисовываем крышу. Ну и для того, чтобы было более понятно, мы здесь нарисуем стекло. Крышу можно тоже уже, наверное, даже немножко закрасить. В кабине сидит водитель. Значит, нужно организовать ему... Чизенье и роль. А я еще бы добавила зеркало. Для того, чтобы водитель мог смотреть, что происходит на поле. Дорисуем? Давай. Так, просто. И здесь расположено зеркало. Дорисовываем лестницу. Кабине здесь вот прям поверх колес. И прорисовываем ступеньки. Катя, а что было до того, как появился комбайн? Как люди раньше убирали урожай? До того, как появился комбайн, тельчанам приходилось убирать вручную колосья. Вязать увесистые снопы. И делали это при помощи серпа, древнейшего орудия жатвы. Работать приходилось согнувшись. Это был очень непростой труд. Хотя и занимались им в основном женщины. Нелегко было раньше нашим белорусочкам. Хорошо, что мужчины придумали комбайн. Теперь это главный помощник по сбору урожая. Да, Саша, первый комбайн действительно придумал мужчина. Причем более 150 лет назад. А сегодня одним из самых известных производителей этой сельскохозяйственной техники является наш белорусский завод Гомсельмаш. Комбайны красного цвета с надписью «Полесье» давно стали привычными на белорусских Нивах. Предлагаю как раз-таки добавить надпись «Полесье» на наш комбайн. Ведь именно такой мы сегодня рисуем. Итак, надпись у нас будет находиться здесь, прямо на корпусе. Дорисуем линию. Здесь снизу мы, наверное, напишем сразу «Гомсельмаш». Здесь, возможно, понадобится помощь взрослых. Либо наверняка кто-то из детей, которые нас смотрят, знают английский и могут сами легко написать английскими буквами «Гомсельмаш». А у Саши русскими. А почему бы и нет? Теперь возьмем в руки голубой мелок и здесь напишем «Полесье». Пишем. «Полесье». Отлично. Ну а теперь будем приступать к важному этапу. Будем раскрашивать наш комбайн и для этого нам понадобится… Красный цвет. Красный цвет. Повторяйте за нами. Я уже раскрашиваю бункер. Здесь еще несколько деталей у меня осталось. Саша, давай с тобой еще дорисуем, наверное, немного нашу кабину. Мне кажется, нужно немного оттенка все-таки придать. Голубого. Это же стекло. И дорисуем еще колеса. Саша, что бы ты еще добавил на наш рисунок? Я бы добавил само поле, на котором комбайн собирает пшеницу. А давай его тоже нарисуем. Сделать это просто. Давайте возьмем оранжевый цвет. И нарисуем поле золотистое, красивое. Я бы еще добавила, конечно, небо. Субтитры сделал DimaTorzok. И дорисуем еще птиц, парящих в небе, да? Давай. Наш рисунок готов. Ребята, попробуйте и вы нарисовать такой комбайн. Один из главных символов белорусского трудолюбия. Если вы немного потрудитесь, и у вас получится такой же красивый рисунок, который получился у нас с Катей, рисуйте с нами и узнавайте больше о символах нашей родной Белоруссии. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова